Все-таки зря они их разозлили. Зря. Вчера парламент Республиканской партии отказалась утвердить лидера протестующих Пашиняна в качестве премьер-министра. И сегодня протесты возобновились, но в совершенно новых, невозможных, невиданных до этого масштабах. Зря они их разозлили. Это сейчас Ереван такой шумный, такой многолюдный, потому что вот здесь люди стекаются на Республиканскую площадь, на их вечерний вид. Это вот так впереди. А днем с утра Ереван был тихий и абсолютно пустой. Никто не сигналил, потому что перекрыты были все улицы в городе, и никто просто не мог ездить. А если ты не едешь, то как сигналить? Все-таки зря они их разозлили. Вчера парламент Республиканской партии отказались выбрать Пашиняна в качестве премьер-министра Армении. И сегодня в митинге протесты вспыхнулись совершенно невероятной силой. Такого еще ни разу не было. Армения, Россия всегда вместе. Это сейчас Ереван такой шумный, такой многолюдный, так гудит с сиренами. А с утра здесь было абсолютно тихо и пустынно, потому что перекрыты были, кажется, вообще все улицы. Ни одна машина не могла проехать, сигналить было просто некому. Сейчас люди собираются на митинг, и только поэтому движение приоткрыто, машины едут, сигналят и идут люди. Не виданного, доселе, как это говорится, беспрецедентного масштаба сегодня акции. Сегодня был заблокирован не только Ереван, не только его ключевые и даже второстепенные улицы. Сегодня была заблокирована железная дорога. Полдня был заблокирован аэропорт. Сегодня заблокировали один из двух крупнейших туннелей в Армении. Сегодня были заблокированы два из трех погранперехода. Как минимум два из трех, я не нашел просто информацию по третьему. Может, и он тоже. Сегодня впервые люди приступили к блокированию не только дорог, но уже и зданий. В пяти городах были заблокированы людьми мэрии. Причем не подъезд к мэрии, а вход прямо в мэрию. Причем два города из этих пяти – это крупнейшие города после Еревана. Сегодня начали блокировать, были заблокированы дома, где живут некоторые члены республиканской партии. Сегодня начали блокировать универсамы, принадлежащие людям из республиканской партии. Такого прежде не было. А штабы просто почти катастрофические. Но и это еще не все. Сегодня начались забастовки. Сегодня по призыву Пашиняна школьники не пошли учиться, а учителя уже сами присоединились к петингующим. Школы не работали. Не работали детские сады. Причем как частные, так и государственные. Начались забастовки предприятий. Полной информации по этому поводу, разумеется, нет. Но вот кто-то из ближайших рассказывает, что его сравнить на небольшом городе. Сегодня остановились танкостроительный завод, завод минеральных вод, некое предприятие по производству металлоконструкции. То есть на наш русский манер, грубо говоря, градообразующее предприятие. И они сегодня встали. Если дело пойдет так и дальше, то завтра будет еще хуже. И в пору, наверное, говорить, а что работает в Армении. Ну, пока, во всяком случае, пока совершенно нормально работает вся крупная инфраструктура, энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Работает связь, работает финансовая система, работают кафешки в городах. То есть здесь, в этом отношении пока все замечательно, но, учитывая, как набирает мощь эта волна гражданского неповиновения, наверное, так это надо называть, как начинает развиваться забастовочная волна, то можно ожидать, что и там где-то завтра могут уже возникнуть какие-то неприятности. Кто это все координирует? Правильный ответ, наверное, никто. Все. Пашинян вчера вечером на митинге призвал людей с удвоенной силой начать блокировать улицы, с удвоенной силой выходить на акции гражданского неповиновения. Люди откликнулись. Люди блокируют, люди выходят. Я вообще сомневаюсь, что подобного рода народную стихийную деятельность кто-то мог бы организовывать и координировать. Сегодня дороги перекрывались в сотнях точек, а весь Пашиняновский штаб по-прежнему это там 20 смыленных человек, не более того. Но при этом важно подчеркнуть вот что. Если штаб протестного движения и не указывает объекты, которые надо блокировать, он время от времени просит чего-то не делать. И эти просьбы выполняются мгновенно. Сегодня в районе двух часов дня Пашинян обратился к людям, попросил разблокировать аэропорт. Вот его немедленно разблокировали. Вчера на площади он просил не допускать никаких эксцессов и мне, по крайней мере, ничего о них не известно. Мне, по крайней мере, ничего о них не известно. Что следует ждать дальше, чем вообще все это чревато? Ну, не знаю. Надо смотреть на размах движения. Мало ли, что из этого может родиться. Хотя, с другой стороны, повторюсь, дисциплина, готовность слушать лидера движения у людей есть. Миролюбие свое и свой здравый смысл армяне в эти дни продемонстрировали в полной мере. Поэтому я надеюсь, что ничего неприятного в результате не случится. Неприятного для простых людей, для бывших, для членов республиканской партии неприятностей сегодня много. Им под двери квартир подкладывали мыло. Это по-армянски что-то очень неприлично. Их картинки развешивают в травмных рамках. Это тоже считается издевательством. Но вся остальная система, вся остальная страна, по идее, будет жить, действовать нормально. Ничего не произойдет. Опасно ли здесь? Ну, сегодня вообще никак и никаким образом. Люди миролюбивые, люди спокойны. Нет, ну, практически нет пьяных. Вчера, когда готовились праздновать победу, многие мне говорили, ух, сегодня нажремся. Но победы не было, никто пить не стал. И сегодня тоже ничего подобного. Наверное, единственная опасность, которая может сегодня реально быть в Армении, это если ты приехал на автомобиле, ты можешь здесь застрять. Потому что выбираться на автотранспорте достаточно непросто. Ночью, скорее всего, все дороги будут разблокированы. Будут разблокированы подран-переходы, разумеется. Но, представляете, какая там за день успела накопиться очередь. Там на площади уже, по всей видимости, начался митинг. На этом митинге сегодня обязательно выступит Пашинян. И, насколько я понимаю, он пообещал сказать сегодня что-то важное. Разумеется, я там буду, если это прямо в самом самом деле что-то важное, немедленно сообщу вам. Почему, кстати, почему сегодня вышел так поздно? И почему тот вчерашний ролик про день выборов, он тоже появился так поздно? Ребят, ну, простите, это был некий технический сбой. Меня чуть-чуть подвела техника. Но, учитывая, что я добрался сюда автотранспортом, автотранспорт за пределы Армении сейчас выбирается с трудом, боюсь, у меня будет возможность реабилитироваться. Боюсь, у меня будет возможность реабилитироваться. Поэтому пока заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Россия будет свободной, Армения будет свободной. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Увидимся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok